Ам Ам Садвайтам Саватхутам Париджанам Сахитам Кришна Чейтанья Дева Шри Рада Кришна Падам Сахаганаллита Шри Вишакхам Витамша Эй, Кришна Каруна Синду Динабанду Джагатпате Гопеша Гопика Канта Рада Канта Намостуте Таптаканчина Горанге Рады Вриндавани Шваре Вришабану Суты Деви Пранамами Ари Прией Аньчия Калпата Рупьяща Крепасин Дубья Вача Адиданам Прамы Ваш наведенному Шри Кришна Чейтанья Прабу Нитянанда И Адвайта Гавята Шивасадь Горбакта Эй, Кришна, Эй, Кришна, 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 Али, 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 Али. Тут чуть-чуть повеселее, чем на Золотом кольце. Итак, Шила Бруппада читает стих, первая глава, первая песня, восьмая глава молитвы царицы Кунтии и спасения Парикшита. О царе Парикшита вообще идет отдельный блок, там в конце первой песни, прям конец первой песни полностью Махараджи Парикшиту. И здесь он вдруг всплывает так неожиданно, Махараджи Парикшита, потому что именно рассказывается история, как он был спасен. Потом это были молитвы царицы Кунтии, царица Кунтии молится, молит ему, смотрите, молитва она ему воздает, причем просит, пусть мои беды приходят вновь и вновь, она говорит, понимаете. И тут же после этих молитв она заканчивает, там буквально пару десятков шлок, или три десятка шлок, она заканчивает, и тут же после этой же молитвы, как Господь реагирует на, когда мы вот именно таким образом молимся, чтобы Он посылал нам трудности, тут же Ашватхама пускает Брахмастру, представляете, сразу помолилась и все, и она полетела, причем не в нее, не в нее, а в ее ну в внучатую, короче, там в внучатую, жену ее внука. Внук, единственный, по сути дела, пандавы все убиты, убитые сыновья Дарупади, там было пять сыновей, причем все это сделано так, чтобы каждому было больно, особенно. То есть Дарупади по договоренности должна была один год жить с каким-то мужем. Сначала Юхиджхира был, у нее после Юхиджхиры родился сын, потом от Пхимы сын родился, потом родился от Арджуны и так далее. Вот, родилось пять сыновей от каждого. И они были все, они были все убитые. И осталась единственная надежда, это Парикшет, который находился в утробе, еще у Тары находился. И представьте, такая ситуация, что династия, то есть Куру они были уже уничтожены, уничтожены все, Дурьотхана, все его сто братьев, от них уже ничего не осталось. У пандавов остался только Абхиманию, был Абхиманию, наследником должен быть, но Абхиманию он самый старший был. Даже из этих пяти братьев. Но Абхиманию был жестоко, коварно убит, потом убиты были остальные, и оставался Парикшет. И вот представьте, она молится, и тут Бармастер летит, самое страшное оружие летит, которое должно. И причем оно сжигает, оно сжигает Парикшет, успевает сжечь. Кришна специально сделал таким образом, чтобы показать свое могущество. Он мог с собой загородить, вот Бармастер, она там разбилась. Но это особо не удивило, потому что Кришна уже показывал чудеса, разные чудеса в битвах, в битве с Шалвой, с Бонасурой и так далее. Здесь он бы мог сделать, а тут она входит, она сжигает. И мы же не можем сказать, что Кришна ошибся, Кришна промахнулся, Кришна доли секунды не рассчитал. Нет, если что-то происходит, то это происходит по его воле, по его желанию происходит. Значит, Махараш Парикшин был все-таки уничтожен по его желанию. И он вошел в утробу, его экспансия, его часть вошла в утробу утору, и он его воскресил. То есть, Господь ради нас может войти куда угодно, даже в утробу может войти, представляете? Он в тело червя может войти, чтобы быть с нами и чтобы нас защищать. Вот это вот таким образом славу показывает. И поэтому вот эти молитвы, они такие особенные. Представляете, состояние Кунти каково? Она ему молитвы прочитала, причем Кришна и попросила его остаться. Он не остался. Он так улыбнулся многозначительно, давая понять, что ты, конечно, можешь просить что угодно, но у меня свои планы. И в этот момент Баромастер летит и в утробу попадает. Представляете, какой у нее стресс. Вроде бы Кунти столько натерпелась, столько перетерпела. Вот вся ее жизнь посмотреть, одни только какие-то страхи, страдания и так далее. И вот какая-то личность убирается, что показывает именно женщина, которая страдает. И они вместе с Дарупади, они чем отличались? Они видели планы Кришны. Вот в чем. Они сразу видели планы Кришны. И Кунти, она, кстати, тоже сразу увидела, что это Кришна, что это рука Кришны. Вот такие вот молитвы были, его прославили. И вроде вначале, Кришна, куда ты смотришь? Стрела уже влетела, да? Но потом, потом, что мы видим? Кришна воскрешает, Махаража Парикшна. То же самое нам иногда кажется, что какая-то несправедливость с нами происходит. И мы думаем, Кришна, что ж ты делаешь? Но нужно подождать немножко. Нужно немножко подождать, но не торопиться с выводами, а подождать. Что же Кришна сделает дальше? Каким он сделает второй шаг? И Кришна делает второй шаг, и мы видим, что Кришна специально туману нагнал, настращал, чтобы у нас такой эффект был посильнее. И потом уже приходит как великий герой. Но мы с вами перейдем к лекции Шилы Пурпаде. И в лекции Шилы Пурпаде о чем говорит? Он говорит о варнах и ашамах. Он как бы заглядывает вперед, он видит, что в будущем будут варны и ашамы. И эти варны и ашамы, они будут существовать примерно 10 тысяч лет. Потом безбожие пойдет. И безбожие пойдет примерно по тому же плану, как в начале Кали-юги. То есть, скорее всего, опять что-нибудь с браманами случится. Какое-то падение браманов произойдет. Потому что все начинается с браманов. Все начинается с браманов и заканчивается браманами. Потому что во Вселенной первыми появились браманы. Брама – это первый браман. Браман создает свои сыновья, такие Кашьяпа, Муни, Бригу, Муни и так далее. Вот эти первые его сыновья, которые должны заселить Вселенную. Это все браманы. И когда начинается Кали-юга, уничтожение всего, по сути дела, уничтожение ведической культуры, падение начинается тоже с браманов. И начало с браманов, и конец с браманов. И он рассматривает варны. В гуне невежества находятся шудры. И поэтому шудры, важно, очень важно, чтобы ими управляли, и чтобы шудрам не давали много денег. Потому что вот это вот невежество, как только появляются деньги, сразу мир обретает другие краски, сразу появляется столько возможностей. О, теперь я это. Раньше я вот это, вот это не мог. Сейчас я и это могу, и это, и это. Такая, знаете, такая иллюзия, иллюзия могущества. Но на самом деле это рабство. Он просто не видит, он видит, что это могущество, это свобода, но на самом деле это рабство. Да, и когда вот получаем деньги, и то же самое шудры, когда они получают деньги, они сразу видят очень много возможностей для чувственного наслаждения. Их начинают тянуть. Вот, и поэтому шудр нужно контролировать, им давать только необходимые деньги. И поэтому очень редко можно найти какого-то шудру, который много зарабатывает. Как правило, они вот, какой-то у них уровень есть. Как правило, у шудра, он не зарабатывает больше бизнесмена. Следующая варна, это идёт вайши. Вайши там смесь качества страсти и качества невежества. И страсть проявляется в деятельности, что нужно что-то воспроизводить, сельхозпродукты, молоко, и нужно продавать. И невежество заключается в том, что даже самый честный вайши, здесь ещё вопрос такой, честность это или нечестность. Он может сказать, что честность, кто-то может подумать, что нечестность. Когда он торгует, он говорит, мой товар что? Мой товар самый лучший. И давайте попробуем логикой опровергнуть, что его товар не самый лучший. Он не проверял, да? Он же все рынки мира не просмотрел, не пробовал же, да? И как, казалось бы, это единственный ответ. Но с другой стороны, давайте опровергнем вот это утверждение. И что скажем, что действительно его товар самый лучший. Его товар самый лучший для него самого. И поэтому он в каком-то смысле прав. И вот здесь вот это вот гуна страсти и невежества, они как бы вот так вот переплетаются. И вот они вот такие вот вайши. И у них нельзя сказать, что у них нет благости, например. У них благость есть, но она не основная гуна. Основная гуна у них всё-таки страсти и невежества. И благость, она присутствует в защите коров. Те вайши, которые защищают коров, корова им даёт эту благость. Потом идут кшатрии. И они тоже должны быть под управлением. И они должны быть под жёстким управлением. Так как у них есть склонность хитрить, то должна быть сила. И сила – это кшатрии. И кшатрии, они находятся в гуне страсти. Они управляют. Они управляют, и они должны быть под... под руководством браманов должны. Потому что страсть, она иногда зашкаливает, и случаются войны, разные конфликты. Правильно я говорю? Да? Правильно. Войны, конфликты. И когда войны, там уже не поспать уже, даже на лекции не поспать. Когда войны идут, там уже не просто всё это. Но они не настолько привязаны к богатству. Они больше привязаны к славе, к почёту они привязаны. И поэтому у них такая вот... У ващев, у них к богатству, к деньгам привязаны сильнее, чем у кшатриев. У кшатриям нужно положение. Положение, чтобы их слушали, чтобы они управляли, чтобы они покровительствовали и так далее. И они разумные, они более разумные. У них разум более широкий. И вот этот вот широкий разум им помогает понять, что они должны быть под руководством браманов. Они вот это понимают. И поэтому они добровольно, добровольно подчиняются браманам. И деятельность браманов... В общем, на два года написано Патана, Патана, Яджана, Яджана, Дана, Прати, Грага. То есть, они должны обучать. Сами обучаются и других обучают. Они также проводят яги. И других обучают проводить яги. Учеников своих обучают яги проводить. И также они принимают пожертвования. Это Дана. И также они распределяют эти пожертвования. Они оставляют себе то, что лично ему нужно. А остальное они уже распределяют, они раздают. В нашем случае это выглядит так, что браманы получают пожертвования. И они оставляют лично себе, на свою семью, что-то такое необходимое. Как правило, браманы, они такие аскетичные. Подразумевается, что одно из качеств браман... И там помимо уравновешенности шама, самоконтроля, дамас, тапах. Это аскезы, они аскетичные. Шоу-чам, чистота. Гьяна-вигьяна. Пойдите, пауна, джиганат. И джиганат. Вот. И остальное, что у него остается, он вкладывает в какие-то проекты. Он распределяет. Вот это он с браманом. И браманы чему они обучают? Браманы обучают тому, чтобы люди не страдали. Прежде всего, основная масса людей, чтобы они не страдали и обретали счастье. И первое, и первое, это клешагни и шубада. Чтобы клешагни, чтобы страдания уходили. И ведическое общество, оно именно таким образом было устроено, чтобы все были счастливы и не страдали в этом материальном мире. То есть, веды на 95% описаны, как устроится в этом материальном мире. Очень много. Пуран, посвященных полубогам. Как-то вот история была, когда бригумуни решили отправить и выяснить, кто из трех богов самый-самый-самый. Вишну, Шива или Брама. И он справился с задачей. Все выяснили, что это Вишну. И ученые, современные ученые, они тоже идут по стопам этих мудрецов и тоже проверяют. Вот, они берут, они же изучают, есть же индологи, ведологи и так далее. Они берут, это все Пураны изучают. И кто же Бог? У них такой вопрос появится. Кто же Верховный Господь-то тоже? Такой же Господь. Надо проверить. И они проверяют чисто своими научными методами. Кого больше всего в ведах прославляют, тот и Бог. И знаете, они начали изучать все вот эти гимны, все вот эти прославления полубогов выбрали. И знаете, кто на первом месте? Индора. Они говорят, о, Индора Бог. Индора больше всего прославляют. Но это не так. И поэтому Браманы, в основном страдание-то и отсутствие счастья, это причина одна. Из этой причины другие причины выливаются. Причина одна – это невежество. Если мы несчастные, значит, нужно понять, что мы находимся в невежестве. И нужно просто вот выйти. Замечали иногда, что когда ум накрывает, и мы начинаем на уме находимся, страдать начинаем, мучиться, и навязчивые мысли. Если кто-то из старших преданных нам как бы вот это вот раскроет, успокоит, у нас сразу и беспокойство уходит. Это говорит о том, что невежество уходит. Это говорит о том, что приходит знание, да, и все. Клеш огни – все. Клеш, клеши – это клещи, клещи. Клеши – это страдания. Огни, они сжигаются. А потом приходит шубода, или приходит ощущение, или приходит чувство счастья. Сразу ничто не отвлекает. Уже смотришь на яркий пример. И поэтому очень важно, чтобы преданные не всегда были под руководством. Нужно понять, если они не под руководством старших, то тогда они под руководством своего собственного ума находятся. Вот это самое печальное. А ум – все, что угодно. У ума даже есть… Как у нас есть свои анардхи, у ума тоже у него там свои анардхи есть какие-то. И вот одна из анардх, ум, он любит, ну, знаете, как это называется на современной языке, мазохировать. Он любит издеваться. Он просто вот… Иногда такое впечатление, что он просто над нами издевается. А так и получается, что либо разум над умом издевается, либо ум над разумом издевается. Если мы разум тренируем, он становится сильный, то он уже держит ум. Он уже издевается над ним, бьет его башмаком, там палкой бьет. Иногда преданные рассказывают другими предметами, тоже используются. И если мы рассмотрим три принципа успешной деятельности, это чтобы деятельность была успешной, нужно три таких аспекта, чтобы эта деятельность была направлена в трех аспектах. Первый аспект – это дирго-кала. Что такое кала? Время. Дирго – это долгое. Это долгое время. Мы должны этим заниматься. Тогда приходит успех. Если к нам приходит быстрый успех, значит, мы в прошлых жизнях очень долго этим занимались. Бывает же такое? Раз что-то делаешь, и быстрый успех приходит. Значит, уже это было. Чтобы это было успешно, все-таки время нужно. Если мы этим не занимались, значит, в этой жизни нужно подольше этим заниматься. Потому что мы смотрим, например, я так наблюдаю, вот два преданных выходят на Сан-Киртуну. Один преданный, у него садана строгая, он там кучу кругов читает, он там шастры читает. Его увидишь, он всегда что-то слушает, или киртаны слушает, такой погруженный. И не берут у него книги. Но день проходит, у него там одну, две, три книги берут. А другой разгильдяя, разгильдяяя, и у него там сотнями уходят. Понять не можешь. У этого такая садана, он такой строгий, такой четкий. А этот, ну, такой смотришь, откуда он взялся такой, вот, непонятно. И у него книги улетают. Это говорит о том, что он либо этой деятельностью, либо деятельность, которая очень соприкасается или двигает деятельность Сан-Кирта, он уже занимался этим. Он занимался, у него уже есть багаж вот этот. Он уже в прошлых жизнях это накопил. И сейчас он, знаете, как благочестивый человек, совершает аскезы, потом в следующей жизни наслаждается. Точно так же преданный. В прошлой жизни он совершал аскезы, в этой жизни он наслаждается, ему все легко дается. Он легко проповедует, у него все идет. Он еще в прошлых жизнях аскезы совершил. Поэтому поэтому Господь Брама говорит Господу в Шиве, Тапа-сева-парам-джатир-багаван-там-адок-ша-же-м. Сарва-бутам-гухава-сам-ан-джаса-вриндаты-пуман. Он говорит, что чтобы приблизиться к Господу, даже для того, чтобы приблизиться даже к сиянию Господа, даже не к самому Господу, к сиянию, нужно совершать аскезы. И Шилпурпады говорит, аскезы, аскезы в сознании Кришны, наш ранний подъем. Вот самое главное, самое главное аскеза для предного, которую нужно преодолеть, это рано лечь спать. Ну, естественно, это подразумевает, что и пораньше, пораньше встать. Как один предный мне недавно сказал, вот мы ездили, я говорю, ну что, во сколько? И знаете, вот майя как действует. Я вставал, ну, как всегда, я все, что бы там, а предный подходит и говорит, Махараш, может быть, ну, давайте чуть-чуть попозже Мангаларати сделаем, ну, давайте, ну, чуть-чуть. Я говорю, ну, ладно, в пять сделаем. Сделали в пять, пару дней в пять провели, потом подходит, Махараш, ну, давайте чуть-чуть попозже, Мангаларати. А то мы устали. Я говорю, что, спать, что ли, устали? И представьте, они меня уломали. Они уломали. Ну, я-то встаю, я говорю, да мне хоть 7, проводи, я все равно, во сколько я вставал, во сколько я буду вставать. Я говорю, а что хорошего-то? Вот лежишь, он говорит, ну, знаете, Махараш, ну, вы не понимаете, в кроватке понежиться, это такой нектар, вы ничего не понимаете. Да, я не понимаю. Мне кажется, что, например, когда позже встаешь, это несчастье, это страдание. Когда ты в одно и то же время все время встаешь, и потом вдруг встаешь, и причем тебе за это ничего не будет, не поститься ты не будешь, на горох тебя не поставят и так далее. Но это страдание, потому что ты понимаешь, какая у тебя джапа будет, у тебя поздняя джапа будет. Поздняя джапа – это, я не постесняюсь этого слова, это адская джапа. И поэтому мы понимаем, что это поздно вставать, это ужас, это день испорченный. Все, потом еще, кто его знает, может быть, несколько дней нужно, чтобы восстановиться после такого дня. Такое тоже бывает. Так, я заканчиваю. Вот это долгое время нужно заниматься деятельностью. Найран-тарьям. Найран-тарьям – это стабильность. Антарьям – это как переводится? Непрерывность, да, непрерывность. А антарьям как переводится? Это не за антарьям, вот здесь похоже. На антарьям похоже на это слово. Ну ладно, непрерывность. Непрерывность. То есть непрерывность – это значит, мы занимаемся этим, невзирая ни на какие обстоятельства. Что бы ни произошло, мы все равно это продолжаем, делаем, делаем, делаем. Вот как вот Джапу мы читаем. Иногда преданные приходят, я спрашиваю вас, когда вы, Джапу, сколько лет назад начали читать? Он говорит, вот три года назад я начал читать. Я говорю, а если учесть, что когда-то вы не дочитывали мантуру, и потом на следующий день там дочитывали, тогда сколько стабильно вы читаете? Он говорит, а тогда с прошлого года. Понимаете, разница уже все. Даже вот на инициацию, на инициацию, стаж нашей мантры, он идет с того времени, когда мы стабильно повторяем, не пропуская ни одного круга. Сейчас-то моя любимая тема, я по Золотому кольцу проезжал, везде это говорил, что нужно читать больше 16 кругов, потому что мы на самом деле меньше 16 кругов читаем. Потому что мы пропускаем слоги, пропускаем слова, пропускаем. И у нас уже эта мантра, она уменьшается. Уменьшается не знаю до скольких кругов. Но хотя бы два-три круга дополнительных прочитайте, так же хорошо. Может быть, их еще более внимательно, потому что они должны покрыть вот эти все наши недостатки, вот эти все наши пропуски. То есть, это непрерывность, она должна быть непрерывной, наша духовная жизнь, или садана наша, другими словами. И третье, это садкара. Сад от слова кара. Кара – это деятельность. Коро – кара. Коро – это на Бенгале кора, на санскрите кара. Кара – это деятельность. Сад. Сад – это от слова истина. Истинная деятельность. То есть, осознанная деятельность. Вот это вот переводится как осознанно. Нужно все осознанно делать. Осознанно. Что значит осознанно? Осознанно понимать, что за этим стоит благо, что за этим стоит истина, за этим стоит счастье, за этим стоит то, что я даю. И кому я даю? Первое, это я Богу даю. Второе, кому даю? Преданным даю, правильно. И третье. Вот не побыл две недельки, уже все забыли. И всем живым существам. Давайте вместе стих прочитаем, который Господь Читания говорил. Намаручи дживадоя вайшнавасывана и хачхара тхарманахи шуна санатана. Вот, ну, запомните, там две строчки всего, это же несложно. Шуна санатана можно откинуть, уже и так понятно. Санатана, шуна, слушай санатана. Намаручи вайшнавасыва дживадоя, это даже Ананда Кришна знает даже. Маленький Ананда Кришна даже знает. Вот, и тогда деятельность будет успешной. Так, у меня не осталось времени на вопросы, но, если вы мне позволите, я воспользуюсь этим. Что, не позволяете, да? Все, заканчиваем тогда. Так, да. Громче. Харе Кришна, дорогой Махарач, спасибо за комментарий. Скажите, пожалуйста, вот Шрила Прабхупада хотел, чтобы вы восстановили Варнашраму, и каково положение современной Матаджи, потому что в рамках Варнашрама у нее нет социальной ответственности, она просто идет за мужем, а в рамках Искона она должна проповедовать, распространять книги, вести Бхактивриджу, очень много ответственности. Вот как это сочетается? Как сочетается? Ну, мы просто вот это вот первое утверждение, что она просто должна следовать за мужем. Да, это в шастрах написано. Но Шрила Прабхупада, он сам стапокачария. Он имеет право менять шастры. И поэтому наша последняя инстанция – это Шрила Прабхупада. Что говорил Шрила Прабхупада? И Шрила Прабхупада, например, он очень-очень радовался, когда Матаджи проповедует. Даже когда Сарасвати, маленькая девочка, ей пяти лет еще не было, когда она к людям подходила и спрашивала, а вы знаете, кто такой Кришна? Они говорят, кто? Она говорила, это верховная личность Бога. И Шрила Прабхупада восторгивал. Шрила Прабхупада хотел, чтобы все проповедовали, и дети, и дети проповедовали. Один мальчик, он распространял книги следующим образом. Он подходит к человеку, показывает ему книгу. И когда он просит пожертвования, то человек говорит, нет, нет, не надо. И он начинал плакать. И особенно на это велись женщины, с ними ребенок плачет. Она, ну ладно, дитетку, перестань плакать, давай свою книжечку, сколько тебе дать. Шрила Прабхупада ради проповеди. Он все хотел задействовать в проповеди. И детей, и стариков, и женщин, и мужчин. Потому что, ну, по сути дела, вот эта вот проповедь, участие в миссии, прямое, косвенное, может быть, это наш шанс на спасение. Если мы просто все разойдемся и будем в своих углах джаппу читать, просто джаппу читать. Как это раньше, кстати, делали. Очень много кругов раньше читали. Раньше 64, это, ну, минимум читали, 64. Это такой кандидат в Бабаджи, 64 круга. Там обычно такой средний Бабаджи, это 128 кругов каждый день. Средний такой Бабаджи. Вот, и поэтому это наше спасение. Предхивите ячьята на городе граммаш, сарватара парчархой бэмаранама. Эту задачу нам Шичтани Махапрабху поставил, поставил, чтобы везде проповедь была, чтобы везде святые имена пели. И вот в этом наше спасение. Если мы будем заниматься этим, то вот этот вот путь возвращения домой к Богу, он становится очень легким. Он сразу в тысячи раз легче становится. Почему нас уходят в духовный мир не только проповедники, а другие? Потому что они поддерживают проповедь. Если бы они чем-то занимались, не поддерживая проповедь, не хоть косвенно, они как-то косвенно поддерживают. Тогда я ставил бы большой вопрос. А вообще достигнут ли они освобождения или нет? Истинного освобождения. Еще есть вопросы? Хорошо. Вот какой день легкий. Вопросов? А? Есть, да? Микрофончик передай. Харе Кришна, у меня такой вопрос. Вы сейчас сказали про проповедь. Если за книги Шарила Прабхупады в качестве пожертвования дают гильзы для травматического оружия, ну, в смысле патроны, или какие-то вот такие вещи, там, бутылку пива, надо ли это брать, и что с этим потом делать? Ага. Что с бутылкой пива? Ну, приносите сюда, я покажу, что с ней делать. То есть принимать такое безопасно можно? Ну, Шила Прабхупада, это, конечно, Шила Прабхупада. Шила Прабхупада иногда принимал. Сигареты он принимал, шоколадки, конфетки вот эти принимал. И потом он куда-то их уничтожал, куда-то их надевал. Но никто никогда не видел, чтобы он ими пользовался. Он их принимал, благодарил даже. Как вот этот знаменитый случай, Мукунда Махараша рассказывает, когда какой-то пьяница прямо во время лекции ввалился на лекцию, и там у них туалет прямо был. Представляете, как бы алтарная комната, и тут же туалет. Так, очень удобно. И Шила Прабхупада по этому поводу, кстати, совершенно не переживал. И рад был даже. И он, представляете, пьяница какой-то заходит и в туалет пошел. Представляете, идет лекция, и вот кто-то заходит, идет в туалет, и там во время лекции. И он выходит и начинает перебивать лектора. Шила Прабхупада перебивает. У вас, говорит, тут бумаги даже нет. А он же не знает, что там, наверное, бутылочку он не заметил. Бумаги даже нет. И он сходил и тут же принес два рулона. И Шила Прабхупада был очень доволен, что он... И он принял это служение, он прославил этого пьяницу. По идее, его выгнать нужно было. И Шила Прабхупада принимал. Если, например, это от ситуации, конечно, зависит. У меня иногда такие ситуации были, что я... Один раз мне... Один раз мне даже человек... Человек эту сосиску в тесте, знаете, такая вот есть сосиска. Он ее жует и говорит, дай книгу посмотреть. И я беру, а он сосиску говорит, на, подержи, говорит. Сам руки так вытер, а моя от сосиски. На, подержи ее. Я так держал, что-то мы говорили, я думаю, куда мне ее делать? Смотрю, какая-то урна рядом. А он так смотрит. Ну, думаю, если вспомню, скажу, что съел Махапрасат. У меня сначала впечатление было, что он... Сейчас сосиска расплатится. Ну, слава Богу. Просто смотрите, если человек искренне заинтересовался этой книгой, ну, прям нужна. И можно даже... Я, например, иногда... Ну-ка, покажи, что у тебя в кошельке? Хотя бы там мелочи есть какая-нибудь. Ну-ка, покажи. Они прям показывают. Некоторые у меня карманы выворачивались. Я говорю, ну-ка карманы выворачивай. Ну, ладно тогда. Тогда что у тебя? Один... Один человек вообще ко мне подошел. Он тоже показал настроение, шил и пропад должно быть. Он такой из зоны недавно вышел. И говорит, ой, это книга. Я слышал про эти книги. Ой, я так хочу прочитать. Ну, дай, дай. И он вытаскивает. И книга-то немного стоила. Она стоила 20... 20... 20 рублей стоила. А у него было что-то 12 рублей. И можно было ему сразу отдать. А я вот что-то там уперся. Я говорю, ну-ка, давай, давай по карманам. И заставил его во всех карманах. Представляете, зэк передо мной стоит. Я его карманы заставляю выворачивать. Это самая картина. И он искал, искал. Ты знаешь, у меня осталась вот штука. И нож вытаскивает мне так нож. Вот, больше ничего нет. Я говорю, ну ладно, давай, годится. Если человек очень сильно хочет, то можно ему уступить. Даже бутылку пива взять. Потом ее, ну, куда-нибудь ее. Мать-Земля все примет, как говорится. Иногда я книги бесплатно давал. У человека денег вообще не было, но он очень хотел. И они мне что-то дарили. Вот так. Это зависит от нашего, ну, от нашего уровня сознания. От нашего настроения зависит. Это разное настроение бывает. Бывает, конечно, когда книги распространяешь и в минусе находишься, ты не можешь себе этого позволить. А, например, дают хорошее пожертвование. Человек искренне попался. Ну, что бы. У меня бывало так, что у меня минусы были. Я все равно шел навстречу, думаю, ну, все-таки. И потом как-то... Один раз у меня тоже в минусе я в таком был. Подходит на марафоне, подходит ко мне пьяный человек. А я еще думаю, как же мне этот минус-то погасить-то? Надо же... А у меня правило такое. В этот же день надо минус гасить, на следующий день не оставлять. Придется несколько часов еще ходить. И пьяный подходит. Ну, говорит, что у тебя за книги? Покажи. Я ему показал эти книги. Он говорит, пожертвование. Я говорю, пожертвование. Он говорит, вот сколько у меня будет в кошельке. Вот я тебе все отдам. Примешь. И уже деваться некуда. Уже как бы вызов брошен. Я говорю, ну, ладно, давай. И он достает кошелек, вытаскивает. А там пачка таких денег. Он аж сам удивился. И да, отдал я. Ну, а что? Я сразу... А я так... Ари, Кишина. Хорошо. На этом закончим. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.